О роли Лукашенко хочу вас спросить. Что сейчас планирует Александр Григорьевич и какова роль Беларуси и белорусской армии? Никакая. Александр Григорьевич делает все возможное и невозможное для того, чтобы не участвовать напрямую в этой конфронтации. Да, Беларусь отдала российским вооруженным силам часть своих вооружений, даже большую часть, отдала боеприпасы. Поэтому, если потребуется, воевать ей просто нечем. Я уже не говорю о том, что мотивации отсутствуют. И, наверное, каждому белорусскому командиру надо было бы представить российского комиссара со стечкиным в руках. Чтобы он как в 1941-1942 году стоял, говорит, ну давай, давай, давай. Ну, этого не будет. Более того, несмотря на крайне уязвимое положение, потому что Лукашенко зажат, он ведет себя довольно дерзко, если хотите нагло. Вот, там, обещал Россию обеспечить формы для мобилизованных. В Беларуси огромные швейные предприятия, которые шьют неплохо и дешево, в результате передал издевательски малую партию. Издевательски. И говорят, что намеренно. Это вот, мол, вклад в российскую мобилизацию. То, что он сказал на ОДКБ, что публично. Ну, что исход ОДКБ, судьба, зависит вот от операции против Украины. Ну, это же звучит крайне двусмысленно, мы уже понимаем. А то, что он сказал непублично, о чем сообщили российские источники, он сказал в узком кругу так. Якобы пошутил. Ну, Владимир Владимирович, я буду последним, кто покинет ОДКБ. Ну, а, возможно, первым. Вот. Все, конечно, рассмеялись, но, понимаете, в его устах это звучит чуть ли не пророчески. Вы же знаете прекрасно, что вовремя предать это и не предать, а предвидеть. Лукашенко эту максимуму знает лучше, чем кто бы то ни было в постсоветском пространстве. Иначе бы он не усидел. Да, вот такая ось зла, новая, которую называют Россия, Беларусь, Северная Корея и Иран, пополняется удивительным образом сейчас, по крайней мере, так кажется. Венгрия, которая хочет восстановить экономические и другие отношения с тем же Ираном. Но если Беларусь хочет наладить отношения с Ираном, это одно. Но Россия хочет поставки вооружений, ракет, этих дронов Камикадзе. То Венгрия, это зачем? Венгрия, которая является страной НАТО, является страной, членом Европейского Союза. Что происходит с Венгрией, на ваш взгляд? Ну, надо задать вопрос Венграм, почему они голосуют за Орбана, почему поддерживают его партию. Это вопрос уже к истории, социокультурной специфики Венгрии. Что касается самого Орбана, он очень тесно связан с Россией еще с советских времен. И по одной весьма специфической и хорошо понятной линии. И у российских властей на него баснословный компромат. Просто баснословный, ну и вообще не прочь заработать. Могу вам сказать, что появление криптовалют, точнее их распространение, решило ряд вопросов. Довольно успешно решило, если надо кого-то финансировать. Поэтому Россия сначала хотела запретить криптовалюты, потом от этой идеи отказалась. Что касается этого альянса, да, он сейчас складывается. Но с моей точки зрения он будет неустойчивым, поскольку ключевой ингредиент этого альянса, передаточное звено Россия, она находится в кризисе. Пока это военный кризис, потом это будет политический, и Россия будет уже не до того. Не до далеко идущих коварных планов по завоеванию всего мира. Ну точнее, сначала были планы по завоеванию половины Европы, как минимум. Потом они свелись к лету уже за то, что планом за овладение попасной, за которую шли там бои полтора месяца. То есть вы понимаете, масштаб снижается. И более того, образование этого альянса – это не способ реализации амбиции. Это способ не проиграть. Это очень важно понимать. Это способ хоть как-то остаться на плаву и попытаться избежать позорного поражения. Будет ли как-то реагировать Евросоюз на вот эти попытки сближения Венгрии и Ирана? Ну, нет сомнений, что он будет на это реагировать. Вопрос в том, как. Какие инструменты он использует, чего он будет лишать Венгрии, какие реприманды он будет делать кулуарно Орбану. Я не знаю. Но он не может не реагировать. Потому что их беспокоит, конечно, что Орбан – такой возмутитель спокойствия. То есть в свое время, до 24 февраля, Россия пыталась сколотить ревизионистскую коалицию в рамках Евросоюза. И мы знаем, кто в нее входил. Как раз Венгрия, Словакия, Греция и Кипр. После начала того, что в России называют специальной военной операцией, осталась одна Венгрия. Ну, Кипр и Греция, Словакия, в общем, они уже только еле-еле заметные намеки могут делать на какую-то свою особую позицию. Ну, вот Венгрия остается в рамках этого ревизионистского курса. Могу вам сказать, что последним, кто посещал Путина перед 24 февраля, был именно Орбан, если мне память не изменяет. И Владимир Владимирович с ним говорил о том, что Россия как-то относится с пониманием к тому, что Венгрия могла бы притязать на отторгнутые у нее земли. Имеется в виду Закарпатия. Орбан глазом не моргнул. Ну, все это очень внимательно выслушал. Потому что, если бы была возможность, то такой же намек был бы послан Польше. В этом нет никаких сомнений, если Польша была бы готова слушать. Ну, в данном случае речь идет о Западной Украине. Так что, Владимир Владимирович сделал все возможное. Ну, на свой лад, естественно. И даже сейчас пытается сделать невозможное, чтобы как-то, как-то повлиять на решение ситуации с Украиной. Ну, пока это не помогает. Ну, по поводу Польши, это опять возвращаясь к началу нашего разговора о том, о заявлениях в российских пропагандистских шоу. Там как раз эта линия гнулась несколько месяцев назад, если не ошибаюсь, это три месяца назад, четыре, о том, что вот Польша претендует на территории Западной Украины. Польша крутили пальцем из виска и продолжали помогать Украине всеми возможными способами и продолжают, за что мы им очень благодарны. Да, ну, это желаемое за действительное выдать, конечно. Продолжение следует...